Нинечка постоит, как-то, постоится, и уже начинается у него какая-то... Своей жизнью тоже. Да, ты к этому вот уже привыкаешь, и... Потому что вот я говорю, что очень-очень свободно. Я раньше рисовала графику, то есть это не первая моя музейная выставка. Но у меня была графика, были куклы, и никогда не было таких живописных лапок. А здесь такая живопись на стекле, когда им можно, как бы, еще из-за композиции цвета работать. Ну, и это, на самом деле, такой большой для меня подарок. Я рада, что это случилось со мной. Ну, еще, наверное, напоследок можно сказать про то, что здесь есть даже такая история, можно сказать, про историю Свердловской и Катембурга, что родители Оксаны, актеры театра «Кукол», и, соответственно, в детстве Оксана проводила время и в Свердловской студии, и в Бутафорском цехе, и училась этому всему, буквально что-то перенимала и у родителей, и у этого творческого окружения, которое всегда было сильнее. И это все, конечно же, да, чувствуется. Вот. И на самом деле, на самом деле, на снот-третии, я вписала в Мадам Кеппо, где мы будем с ними тут ходить, и, возможно, будет их потрогать. Вот. И я хотела добавить еще про моего отца, потому что, если вы читаете, что там есть эта история, когда он сказал, что ты можешь становиться маленькой, и, значит, на этой кисточке. И я тут недавно слушала лекцию Зуславского, есть такой художник питерской, в общем, школы питерской живописи. И он говорит, что помимо, значит, вот композиции «Света и цвета», есть еще композиция «Жеста». Вот. И он говорит, художник, он похож, и тут он говорит, на балерину. С балериной. Со мной случилось. Я думаю, как у меня папа там знал тогда вот про это? И он говорит, что так же, как балерина, которая чувствует сцену, там, кулицы, значит, все задники, так же и художник, он чувствует плоскость своего холста, и это его вселенная, и он здесь, как бы, вот своим жестом делает еще одну. Поэтому, вот, да, художник слушает какой-то танцор. И они особо хорошо танцуют, но ничего не плохо. Так что. Ну, уже вы, Пежеста, на стекле получилась прекрасная, яркая насыщение. Ну, это на самом деле, у нас же очень сложно, что обычно говорят, детям там рисуй прямом линию, или там, и я через это тоже прошла. Когда ты маленький, ты думаешь, ну, какой ты гениальный художник, очень старший, ты становишься, там, тебе говорят, кто это, ты что, у тебя свои дети нарисовали, или что-то. И ты начинаешь там комплексовать, или думаешь, я больше никогда, когда нет вообще, я не художник, вот я на себе, чтобы сказать, что я художник, у меня на самом деле, как это было с очень много времени. То есть, я говорила, что я кто угодно, но только я, как бы, ну, я так рисую, как-то будет. Но на самом деле, это твой тар, и ты должен его реализовывать, его признавать, иначе, если ты не сделаешь, то, ну, пусть у тебя раздали, я вам еще, можно покажу, еще про маму какая-то еще, потому что, ой, раз уж у нас такая, на самом деле, на самом деле, моей маме в детстве, она мечтала, где-то, как-то кукол в детстве, вот, и она пошла маленькая в нашу сумму, увидела кукол, бабушку и дедушку, и попросила свою маму их купить. Но так как они были очень дорогие, ей купили только бабушку, а на дедушку не хватило денег, вот, но она устроила вот это маленькое представление, и на дедушку насобирали, вот, все, кто там был, в зале, в торговом, они насобирали на дедушку, и, в общем, вот, у нас были куклы. И мы ей, вот, на юбилей, и тут было, у нас, ну, ладно, не будем про возраст, мы ей сделали такую ее куколку, вот, Нину, вот она, марионеточка такая, девочка из спектакля с красной куколкой, вот, у нас, про нее была история, про Нину и ее маму, какой-то маленький домашний у нас спектакль. Такая вот, тоже чудесная, вот, и там мы еще принесли чемодан, ну, их немного кукол, но их будет, вот эти все можно потрогать, поводить, в отличие от того, вот, от отличия от витриньи. Вот это вот такая вот, маленькая марионеточка. Все? Спасибо. Ну, прекрасно.